В Чебоксарах теперь в хоккей играют не только настоящие мужчины. Этот вид спорта стал интересен и представительницам прекрасной половины. Наш корреспондент Вячеслав Лин познакомился с девушками, которые предпочли фигурным конькам хоккейные, а танцевальным по силовые приемы. Пока они еще не уверенно чувствуют себя в специальной амуниции, но желание играть в хоккей у них огромное. Женская команда появилась в Чебоксарах в октябре, а первый выход на лед девчачьей дружины состоялся только в начале декабря. Мы приходим покататься на общих основаниях. Бывает такое, что мы приходим, а здесь, например, тренировка у ШХЛ или очень много людей приходит на массовое катание. В это время мы просто в уголочке катаемся, берем шайбочки, работаем. Сколько места дадут, столько и берем мы, то есть столько и занимаемся. Приходим каждый день, катаемся часа по четыре. Есть девчонки в команде, которые еще помимо тренировочного времени сами сюда приезжают с формы и катаются. Сейчас в команде 22 игрока в возрасте от 10 до 28 лет. Причем есть девчонки не только из Чебоксар, но и Чебоксарска. Но и районов республики многие из них уже имеют игровой опыт. У нас в деревне Тархана есть хоккейный клуб «Сапсан». Вот там все мальчишки, я одна девчонка, вот там вот я играю. Не обижают? Нет. Пятиклассницу первой столичной школы Лизу Семенова с хоккеем познакомил папа. Начинала как болельщица столичных богатырей. Ну а сейчас с гордостью выходит на лед в свитере любимой команды. Про женскую хоккейную команду я узнала в социальных сетях. Решила попробовать. Это у меня 10-я тренировка. Тренировки проводит капитан Евгения Фомина. Она единственный игрок, имеющий опыт участия в лиге женского хоккея. Активно помогает и ребятам. Наш приезд на льду с галкипером Валентиной Соловьевой работал Александр Агафонов. А тренировку с полевыми игроками проводил нападающий студенческой команды «Мамонта-Чегу» Александр Афинагентов. Создательница команды, она имеет отношение к команде «Мамонта-Чегу», только уже мужской. Вот. Попросила помочь ей в этом. И я откликнулся на помощь, скажем так. Тренировку по традиции завершили товарищеской игрой. Кстати, девчата пока не решили, как назвать свою дружину и готовы рассмотреть предложение заинтересованных лиц и организаций. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.